Всем большой привет! Меня зовут Валерия Головенкина, я художник-акварелист, и сегодня у нас разбор моих старых работ, на примере которых я показываю, какие ошибки чаще всего допускают начинающие рисовать акварелью, и даю рекомендации о том, как этого можно избежать. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями, черкните мне в комментариях, какую ошибку чаще всего допускаете вы, или может быть вы вообще не допускаете ошибок в своих картинах, поставьте свой ник в инстаграм, я буду очень рада посмотреть, мне будет интересно оценить ваши работы. Также можно подписаться на мой инстаграм, посмотреть, как я рисую сейчас, ну а мы пойдемте к моему столу, я буду показывать и рассказывать. Погнали, давайте мы будем разбирать одну, вторую, третью по очереди. Итак, первая работа, если спросить меня, что в ней плохого, то я скажу, наверное, все. Хорошо, подпишитесь на канал, поставьте лайк, всем пока. Но нет, во-первых, здесь очень непонятная линия горизонта и ракурс, с которого мы смотрим на предмет. То есть, у нас есть линия горизонта, да, мы ее вот так вот можем себе обозначить ровненько, по идее, ну она должна быть где-то вот, ну вот тут вот, да, раз туда уходят рельсы. Угу, отлично. Но при этом почему-то забор у нас пошел вверх. Это очень странно, такого быть не должно. Это ошибка, которая ломает восприятие работы, адекватное восприятие. И провода, да, да, то есть они как бы практически на одной линии. Они не снизу вверх, не сверху вниз, они просто по одной линии завернулись кружочком и все. Трамвай решил упасть. Трамвай немножечко под наклоном, под таким нехилым, я бы даже сказала, наклоном. И почему-то мы смотрим на него сверху, когда на забор мы явно смотрим снизу. Та же самая история с домами. Здесь вроде бы дом очень большой, непропорционально большой трамваю, непропорционально большой забору и второму дому, что тоже неправильно. Также меня смущает прорисовка, меня смущает окошек, потому что здесь очень условно, здесь очень подробно. Здесь вообще нет прорисовки, очень странная форма дома, огромные деревья, абсолютно неадекватный забор, рельсы, которые вообще пошли вверх. Как бы там ландшафт не предполагает такому буйному движению. Как нужно сделать, чтобы было нормально? Во-первых, мы определяемся с композицией и местом максимальной детализации в своей работе, линией горизонта и ракурсом, с которого мы будем на эту работу смотреть. Вот предположим, что это наша работа, я ее вот так вот отчерчу, отчерчу лист и пойму, что линия горизонта у меня будет примерно посередине, условно. Здесь у нас перспектива будет с одной точкой схода, вот сюда будут у меня стремиться трамвайные пути. Предположим, что они пойдут вот так, ну ладно, не суть, да? Тут на самом деле должна быть еще вторая точка схода, но это мало кого волнует. Давайте пока так. Они уходят за угол, условно, да, вот так вот. Ушли за угол, заборчик тоже пошел за угол, но он под наклоном вот туда, а не вверх, потому что мы смотрим, и предметы от нас немножечко удаляются, потому что линия горизонта у нас посередин. Если линия горизонта сильно снизу, то мы как бы смотрим, упав на землю и немножко приподняв голову. Если линия горизонта сильно сверху, мы как бы возвышаемся над картиной и можем видеть немножко больше верхних частей нашего изображения. Далее трамвай и домики, собственно. Значит, домики тоже будут стремиться вот туда, вот в точку схода, ну тут не обязательно, но примерно вот так вот, да, будут идти трамвайные пути, домики. Во-первых, у домиков есть толщина. Домик это не просто картонная ширма, если мы не говорим о потемкинских деревнях, конечно же. Один домик, то есть они все будут стремиться, если по ним провести линию, они все будут стремиться в точку схода. Второй домик. Они могут быть разные по высоте, у них могут быть какие-то разные надстройки, скажем, да, там шпили, башенки, но все равно направление будет задано в одну сторону. Деревья тоже, деревья адекватны домиком. И если у нас здесь предполагается проспект или улица или еще что-то, то они тоже будут стремиться в точку схода, вот сюда. И домики будут стоять ровненько, а не прерываться на линии горизонта. Ну там еще один, да, условный домик. Трамвай. Точно так же трамвай, пусть он едет вот оттуда, смотрит на нас, у него есть вот эта вот передняя часть, кабина, крышу мы не видим, это важно. Ну, условный там какой-то этот электроприемник, скажем так. Окоха. И здесь еще парочка окох. Окохи тоже стремятся в точку схода, потому что объект стремится в точку схода. Провода у нас идут спереди, сверху, делают круг и уходят тоже в точку схода. На самом деле провода это классная история для какого-то разнообразия своей работы, очень их здорово добавлять в городских пейзажах, они очень оживляют условно. Вот так вот будет забор. Что делать с детализацией? Нужно понять, что мы хотим рассказать в этой картине. Если это история про заборчик и домики, то мы прорисовываем заборчик и домики. Если это история про трамвай в городской среде, то мы делаем акцент на одну часть работы. То есть это определяется благодаря очень известному правилу рамочки, правилу решетки, у которого мы берем вот эти вот точки для максимальной детализации. Места максимальной детализации точки фокуса. Мы выбираем одну или две из них, скажем вот так вот, две можно взять, ну и немножечко распространиться влево, но совсем чуть-чуть. И только в них сосредоточить все свое внимание, всю свою способность на прорисовку работ, для того, чтобы зритель не сходил с ума. В данном же случае я вижу попытку и здесь прорисовать, и здесь, и здесь, и заборчик, и ветки деревьев, еще и снегом все это забрызгать. Вот такая вот получается у нас разница в работах. Я надеюсь, что это было полезно. Давайте переходить к следующей работе и разбирать ее. Такой у нас прикольный скетчик с велосипедом. Потом, что же в нем не так, спросите вы, а я вам скажу, что, во-первых, очень неинтересна решена стена, где вы видели такую гладкую стену в условиях города. Город это всегда грязь, пыль, разводы, какие-то вкрапления других цветов, это четкая прорисовка кирпичиков, это какие-то акварельные эффекты, это можно сделать брызгами, это можно сделать вкраплениями другой краски. Это делается неоднородной заливкой, вот примерно так же, как сделана внутренность этих витрин, примерно так же можно было бы, ну, в одной цветовой гамме плюс-минус сделать и стены. То же самое касается вот этой вставки и нижней части. И тротуара, кстати, тоже. Не очень понятная история с тем, где стоит велосипед. Это красная линия, которая обозначает то место, за которое заезжать нельзя, да, такая сплошная, эдакая. Вопросики, вопросики вот к этой конструкции. У нее есть вообще какой-то свет, может быть, какие-то блики, она вообще из чего сделана. Вопросики к темному свету внутри витрин. Почему он такой темный? Темным у нас свет быть не может. Это либо вкрапления цвета вот такие вот, как здесь сделано, либо это в чистую бумагу, в чистую заливку. Мы добавляем сначала синий, потом плавно переходим в оранжевый, ну, можно через фиолетовый, можно через коричневый, любым способом. И снова переходим в другой цвет. По тону тоже вопросики. Здесь довольно светло, и здесь тоже довольно светло, хотя эта часть находится внутри. Внутренние части всегда находятся в тени, и они темнее. То есть тон вот этих вот мест должен быть более темным, более насыщенным, тогда на их фоне ярче засияет велосипед. Ну, и в вопросик вот к этому изделию с краю, это понятно, что это какая-то катка с елкой или каким-то кустом. Тоже очень много деталей, очень много внимания. Она прорисована сверху по сухому, что отвлекает от центра работы по краям, пожалуйста, не располагайте четких объектов, нарисованных по сухому. У велосипеда кривые колеса, у велосипеда странное расположение спиц, странные тени и свет, я бы тоже это переделала. Сделала бы их более прорисованными, проработанными, больше внимания обратила бы на сам велосипед, на натуре или же на фотографии на референсе. И уделила бы больше внимания не внутренностям, которые на фоне, а больше внимания самому велосипеду, поковырялась бы в нем глазками, посмотрела бы, что в нем, как расположено, где у него свет, где у него тень и ввела бы это в работу. И последняя на сегодня работа, здесь у меня претензия к тому, что неаккуратно проработаны стыки заливок разного цвета, синий и желтый, мне не нравится, отсутствуют тени на окне, то есть окно как будто бы вырезано из бумаги, приложено сверху. Но обязательно в раме тоже есть и тень, и свет, и блик, и все на свете. Стекла тоже решены как-то очень странно, в плане того, что они все одинаковые, одинаковые заливки, одинаковые по-сухому добавленные сверху кусочки краски, кусочки новых заливок. Тоже я бы сделала их немножко по-другому, сделала бы больше бликов и поравномернее бы закрасила каждый этот квадратик, решила бы что с ним делать, порассматривала бы, поизучала бы референс. Можно было бы добавить еще фактуру на стену, то есть понятно, что это как какое-то окно, дом, очевидно это дерево, потому что есть вот эти вот направляющие линии, которые дают нам намек на то, что это балки, может быть какие-то, или доски, или сайдинг. Можно было бы это показать при помощи сухой кисти, при помощи эффектов. У меня есть прекрасное видео про эффекты вашими кистями, обязательно зайдите, посмотрите. Также я очень много рассказываю на курсе скетчинг и на бесплатных уроках в ютубе. Просто на курсе есть поддержка, моя личная проверка, поэтому горячо рекомендую. И немножечко вопросов к зелени. Зелень наложена сверху, зелень прозрачная, вот это вот все цветочки, они немножечко просвечивают сквозь них стены. Вопросики имеются к тому, как это выполнено. Я бы сделала плавный переход от синей заливки в желто-зеленый, такой, знаете, еле-еле зеленый, самую малость. И потом переходила бы в темно-зеленый, добавляла бы по-мокрому какие-то пятна в заливку более темного зеленого густого цвета. И в них уже вкрапление цветочков придавало бы им форму. Та же самая история вот здесь вот, это какие-то дикие куски заливок, которыми я обходила другие заливки. Вот такого вот старайтесь не допускать в своих работах, потому что это очень рубит целостность всей работы. Это слишком много внимания притягивает в ненужные места. Это говорит о том, что вы не умеете работать с заливкой. Чтобы работать с заливкой, нужно научиться работать с консистенцией краски. Этому я учу на своих курсах. В описании видео есть ссылочка, поэтому добро пожаловать. Но если вы совсем не понимаете, не хотите где-то учиться, попробуйте переводить из самого светлого тона краски в самый темный тон. Из одного цвета в другой цвет. Плавненько-плавненько делать такие растяжки, без стыков вот по такому сухому, по белой бумаге, обходить одной заливкой другую. Это будет хорошим упражнением, чтобы прокачать в себе этот навык. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И жду всех желающих на своем курсе акварельный скетчинг. И до скорых встреч. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.